Есть новые люди в церкви сегодня? Все свои, да? Все свои. Нина, как Эдди? Хорошо. Жив? Да, я читала, в три дня в посте был он при 40 градусах жары. Да, было тяжело. Я еще говорю, кто же летом в такую жару? Ну, слава Богу, да, он выставил. А, вот. Ну, давайте поприветствуем молодого, перспективного, в плане Духа Святого, да, помазанного проповедника Санера Карагез. Я даже не знаю, как после такого представления мне тут делать. Даже не знам, как после такого представления Дух Даправе. Планку задрали мне очень сильно. Многу высокого невосами вдигнали. Да, я понял. Сейчас, секунду. Само секунду. Всем привет. Здравейте, на всички. В прошлые два раза. Минолитые два поти. Да, мы рассмотрели основные темы всего христианства. Разгледахме основные темы на те ауту христианству. То есть мы поговорили о, ну, я имею в виду свои проповеди, мы поговорили о смысле прихода Иисуса Христа. Да, то есть зачем Он приходил в наш мир. И говорили про сотворение мира и сотворение человека. И затронули вопрос, что такого случилось, что нас пришлось спасать. И докоснахме малко вопроса, какво таково се случило, че трябващи да ни спасяват. И вроде бы все понятно, звучит логично и связано. И всяка ж всичко изглежда ясно, звучит логично. То есть Бог создал Вселенную, чему вокруг немало свидетельств. Бог создава Вселенната и наоколо има много доказательства за това. Бог создал человека со свободной волей. Бог и создал человека со свободната воля. Которой он решил воспользоваться, чтобы от Бога отказаться. С която той решил да се воспользоваться, да се откаже от Бога. Чему вокруг тоже немало свидетельств. И наоколо, что има много свидетельств за това. Ну и в конечном итоге Бог пришел к нам в образе человека. И най-накрая, Бог дойде при нас в образе на человек. Чтобы восстановить нашу связь с Богом и дать нам вечную жизнь. За да восстанови връзката ни с Бог и да ни даде вечен живот. Да, и чему опять же есть подтверждения, исторические, документальные и многие другие. Което също има подтверждавания, исторические и документальные. Ну и вот назревает логичный вопрос. И има и логический вопрос. Ако всичко е толково просто и ясно и очевидно, и има толкова доказательства за това, то как получается, что вокруг существует так много мнений на эту тему? Вопрос понятный, да? Свидетельств и доказательств много, но все равно много сомневающихся в то же самое время. Вопрос е ясен. Свидетельства и доказательства со много, но со что и сомнявашь ти со много? Вот об этом я сегодня и хотел поговорить. Тема называется «Вера и доказательства». И за това искать да поговорим днес, темата се казва «Вярата и доказательства». Хочу сразу расставить все на свои места, чтобы мы перестали складывать килограммы с километрами. Искам незабавно да поставя всичко на местата с из, да спрем да добавим килограмми к километри. То есть это разные величины. Това са различни мерки. Давайте разберемся, что такое вера, какое у нее место и что такое доказательство, и какое у них место. Нека да разберем какво е вярата и какво е нейното място, и какви са доказательствата. Первое определение на сегодня, которое я хочу, чтобы мы запомнили, или кто записывает, записали. Първо определение, которое искам да ви кажа днес, которое записал, да запиши. Доказать значит выдвинуть такое объяснение, которому нельзя возразить. То есть когда я имею в виду доказательство, имеется в виду, что я скажу, что такое, чему возразить нельзя никак. Когато имам пределит доказательство, то означава, че ще кажа нечто, но което не може да се возрази. А если можно возразить, то это уже не доказательство. И часто можно услышать вызовы для верующих людей о том, что Бога доказать нельзя. А нельзя доказать, значит его нет. Можно услышать такие идеи, что вера нужна там, докуда еще не добраясь к доказательства. И нужно подождать еще немного, пока вера не нужна будет совсем. Все покроет доказательства. И в пример приводят молнию, что раньше люди думали, что молния – это гнев. Да, а потом выяснили, что это вполне обычный физический процесс, как к Богу он отношение не имеет, к его гневу. Раньше люди не понимали, почему человек внезапно может упасть и умереть, думали, это кара Божья. Да, теперь мы стали умными, нашли, что такое бактерии, вирусы, мы все это знаем. Раньше люди думали, что тех, кого бросают в судороги, это демоны. А сейчас мы знаем, что такое эпилепсия. А сейчас знаем, какова эпилепсия. Ну и вот, подождем еще немного, и все вот эти вопросы будут закрыты от доказательств. И еще ищакаме очень мало, и все эти вопросы будут покрыты с доказательствами. Сегодня я хочу обратить внимание, что вот эта одержимость с доказательствами – это всего лишь заблуждение. Днай искам, чтобы вы обратили внимание, что это внимание по доказательствам просто заблудно. И на самом деле нами всеми движет вера во что-то. И вследствие, все мы все не можем от веры в нечто. Ну и самая основная точка опоры – это возоблуждение, вот этот фундамент этой веры в доказательства. И на основная упорная точка на тази вера во доказательства. Она в том заключается, что нам кажется, что все вокруг можно доказать или опровергнуть. Да, то есть мы считаем, что все можно знать наверняка. То есть мы считаем, что все можно знать точно. Если достаточно разобраться. Ако достаточно го разберем. Давайте рассмотрим пример с судом. Как работает нормальный адекватный суд. Представим работния день на един судья, нормален, добър судья. Има суд, конфликт, някакво дело. Подозреваемый и две стороны. То есть есть подозреваемый человек, есть две стороны, там слева и справа, условно. Да, то есть една сторона говорит, что этот человек виноват, другая сторона говорит, что этот человек не виноват. И судья слушает доводы и все остальное. И жизнь суддии была бы намного проща, Если бы он мог бы рассчитать на доказательства. То есть если бы он что-то знал наверняка. То есть если бы где-то над подозреваемым загоралась зеленая табличка, человек виновен. Ако някъде над човека излизаше като табла светеща, че човек е виновен. А, ну я знаю, он виновен. Или красная табличка, этот человек ни при чем. И тогда судья бы знал наверняка, но все, не виноват человек. Но таких табличек нету и судья приходится выслушивать разные мнения на один и тот же вопрос. И вот однако она приводит факты, объясняет эти факты своим образом и говорит, что человек виноват. И едната страна дава факты, объясняет эти факты по свой начин и казва, че той е виновен. Другата страна делает то самое. Другата страна прави същото. Иногда факты бывают другие, иногда те же самые. Понякога фактите са различни, понякога са същите. Но они объясняют их по-другому и говорят, что человек не виноват. Но ги объясняват по друг начин и казват, че не е виновен. Все, что остается на суде, нужно выслушать обе стороны и решить свидетельство, какой страны более весомые и правдоподобные. И самое сложное, ему нужно сделать выбор, каких свидетельств больше, какие более авторитетные, виноват человек или нет. И опять же, его жизнь была бы намного проще, если когда он вынес приговор, загоралась табличка, вы угадали. Или другая табличка, не угадали в следующий раз по-осторожней. Или друг надпис, не сте попаднали друг път по-внимательно. И понякога се случва така, че в затворе затворен невиновен човек. Този судья узнает правильности своего решения, только когда он станет перед Богом, и он ему расскажет. Този судья ще разбере, дали неговото решение било правилно, когато той ще предстане пред Бог, и ще го попита. Да. То есть я хочу, чтобы мы обратили внимание, что судья оперирует не доказательствами, а свидетельствами. Да, то есть свидетельство одной стороны, свидетельство другой стороны. То есть свидетельство на една-то страна, свидетельство на друга-то страна. Тойги и случаева, и приема решения тут. И вся наша жизнь выглядит точно так же. Только судьи, и в этот раз мы. Мы слушаем всякие свидетельства. Кто-то приходит и говорит нам, Бога нет. Вот факты, вот как я их понимаю, вот так и так. Кто-то приходит и говорит, Бог есть, потому что вот факты, и так я их объясняю. Някой идва и казва, Бог го има, и това са фактите, и аз така ги разбирам. И пак, чтеш да е доста полезно, ако имаше зелен или червен надпис отгоре. Да, но надписите ги няма, не слушаме и вземаме решението. Това е максимум, върху което можем да разчитаме. Върху свидетелства, а не доказательства. Я хочу еще раз напомнить. Доказать значит объяснить таким образом, что возразить после уже нельзя. Искам пак да ви напомня, че да докажеш нещо, е означава да кажешь нещо, на което не може да се возрази. Без возражений. Без возражений. И если бы в суде адаптировали доказательствами, и ако в съда казваха доказательства, в сторону никто бы не слушал, что возразить нечего. Втората страна никой нямаше да слуша, понеже нечто не може да се возрази. И самая главная проблема доказательств в попытках доказать Бога. Не в том, что доказательств нету. Или что они малы, или они неубедительные. А в том, что если человек не хочет верить, он будет возражать чему угодно. Даже самым убедительным поводом даже на тези неща, които ги вижда с своими очи. Точно за това не может да се докажи Бог. Защото човек гледа доказательствата через фильтра на собствената вера. И если он не хочет верить, то он всегда найдет, чем возразить. И ако той не иск да верва, той винаги ще намеря, как да возрази. И вы уже поняли, да? Если можно возразить, то это уже считается не доказательством. И ви вече разбрахте, ако може да се возрази, значи не е доказательство. Давайте перейдем на реальные примеры и посмотрим, как такое происходит в реальной жизни. Да применим кам реалните примери и да видим, как се случва в реален живот. Нам иногда кажется, что люди сомневаются в достоверности Библии и в учении Иисуса Христа потому, что это происходило давным-давно и нету живых свидетелей этих событий или нету записи видеокамер, фотографий. Вот пришел бы Христос сегодня, все бы Его сняли на видео и потом верили бы в Него. Но давайте не будем далеко ходить в историю. Посмотрим, как работает любая пропаганда любой страны. Где режим удерживает власть любой ценой. Сегодня, 50 лет назад, 200 лет назад, одинаково. Происходит какое-то событие. Резонансное, громкое. Может быть, репрессии, преследования, атака, война, что угодно. У этого события есть тысячи очевидцев. На этого события огромное количество свидетелей. Можешь идти каждого спрашивать. Всем можно дозвониться в наше время. Иногда есть фотоматериалы, видеоматериалы. Из каких хочешь источников. Официальные, неофициальные. Официальные, неофициальные. Информации, фактов, доказательств. Масса, исчерпывающие количества. Информации, фактов, доказательства. Многося. И тем не менее, на следующий день по телевизору пропаганда объявляет. И вопреки това, следващий день по телевизору пропаганда объявляет. Ничего такого не было. Ничто подобного не се случило. Все было совсем не так. Всичко было совсем по друг начин. Мы ни при чем, и так далее. Ни не смея виновни, и така нататък. Ну, заявить-то можно что угодно. Но самое интересное, что много людей верят в это. С легкостью верят. И иногда настолько уверенно и беспардонно звучат вот эти вот заявления с телевизора, что даже очевидцы событий уже начинают сомневаться, так оно было или нет. А может, я не так запомнил, может, мне показалось. И вот как вы думаете, почему люди верят? Доказательств нет. Видео нет. Живых свидетелей нет. Или может, дело в том, что правда пугает, и никто не хочет ее слушать. Может, потому что страшно и стыдно, я не знаю. Может быть, за что-то страшно и притеснительное. Так если это происходит, может происходить и в наше время, с событиями на соседней улице. А как у этого может, если случилось, произносишь время с событиями от соседней улицы? Что уж говорить про события, которые были 2000 лет назад. Как вот, говорим за события это преди 2000 години. И мое мнение, если бы Иисус Христос пришел сегодня, И мое мнение, что Иисус Христос дойдет днес, И делал все, что Он делал, И правил всичко това, което е правил, Умер и воскрес на соседней улице. Умрял и воскреснал на соседней улице. Не было бы никаких проблем на следующий день по телевизору сказать, что этого не было. Нямаше да има проблем. И следващия день по телевизията, что это было не случилось. Монтаж, теория заговора. Монтаж, теория на заговорите. Все было не так. Всичко не было така. И огромные толпы людей купят и будут верить. И огромное количество на хора ще го купят и няма да повярват. Если человек заранее принял решение не верить, Ако човек предварительно взял решение да не верва, Никакие факты и доказательства, даже то, что он видит своими глазами, не убедят его в обратно. Никакви факты и доказательства, даже това, което е виждал с очите си, няма да го убедят в обратно. Всегда найдет чем возразить. Винаги ще се намери с какво да се возрази. Разрежу обстановку шуткой. Читал един раз, что когда ты находишься в аэропорту, Чел сам, че когато се намираш в лицището, Все знают, что это очень нервное место. Всички знают, что это очень нервное место. И ты держишь в руках свои паспорты и билеты. И ты держишь в руках свои паспорты и билеты. То ты всего лишь на 75% уверен, что ты не забыл их дома. Да, ты постоянно их достаешь, смотришь. Нередко ты открываешь твой ли это паспорт. В этот ли город ты летишь сегодня или нет. И так 5-10 раз. Почему ты же их видишь? Вот они. За что? Нали ги виждашь? Етоги. За чтото не сме устроение така. Можем да возразим на абсолютно всичко. Даже ако держим билет и паспорт в руках, это еще ничего не доказывает. Примеры из Библии. Примерите от Библии. Выход Израиля из Египта. Излизание на Израил от Египет. Очень грандиозное событие. Очень шумное резонансное событие. Чудеса, знамения, казни. чудеса, знамения, убийства, астрономические явления, вот просто фейерверк от специфектов. Все все видели, все все поняли. Всички всичко са виждали, всички всичко разбрали. Това е аргумент към това, че ако Бога го виждахме всички и ако пускал грамотевицы погрешници, тогава всички биха вярвали в Него. Ну хорошо, посмотрим на эту историю. Причем и со стороны Египта, и со стороны Израиля. То есть с одной стороны Египет видит, что Бог реально живой. Он постоянно делает какие-то невероятные чудеса, наказывает и наказывает, и наказывает. Ну и все равно никто в Него не стал верить из-за этого. Собственно, даже мнение фараона не поменялось по одному вопросу, несмотря на эти вещи. Посмотрим на Израиль, который все это видел и за одну ночь стал богатым государством. Да, вчера были бедными рабами, сегодня мы богатые, независимые люди. Вчера са били роби, бедни роби, а днеска са богати, независими. И все это происходило под фейерверк спецэффектов. Ну и как вам вера в Израиле вот по изшествию? Нормально? И как ви верата на Израил, докато са вървяли? Все прям вот единогласно верили в Бога, да? Всички единогласно са вярвали в Бог? Слушали сего. Слушали сего. Пример из Нового Завета. Пример от Нового Завета. Иоанна, 10 глава, 24-25 стихи. Иоанн, 10 глава, 24-25 стих. Вокруг Него, Иисусом, собрались иудеи и стали Ему говорить, как долго еще нам недоумевать, кто ты такой? Если ты Христос, то скажи нам прямо. То есть не разобрались мы, давай нам вот скажи уже прямо. То есть не сме разбрали, кажи ни наясно. Мы так вот не поняли, недостаточно в нас убеждений. Не сме разбрали, недостаточно сме убедений. Прямо нам скажи. Ясно ни кажи, направо. Я напомню, у этих людей был список требований к Мессии. Ще ви напомню, че тези хора са имали список на изисквание к Мессията. Список, который всегда у них был, они знали, придет Мессия, вот так он будет выглядеть. Список, который са имали, когато дойде Мессията, это така, что изглежда. К этому моменту Иисус уже прошелся. Кам този момент Иисус много добре е минал през този список. Все понятно. Всичко е ясно. Какие вопросы? Какви са въпросите? Нет, приходят, говорят, ну нам, нам че-то неясно. А можешь прямо сказать? Не, идват и питат, може ли да ни кажеш направо? Ну, прямо сказать, я Христос, може кто угодно. Направо може да каже всеки, аз съм Христос. Да, а вот пройтись по этому списку, а да мине през този список, кто угодно не может. Който и да е, не може. Так что явно, что, ну, Иисус в принципе им отвечает, мои дела, свидетельство моего отца, все, что вам надо, вот. Така че, да, Иисус отговаря моите дела, свидетельство на отеца, това ви е достаточно. Да. Прича о богаче и лазере. Причата за богаташе и лазер. Все читать не буду, вывод причи. Всичко няма да чета, извода на причата. Богаташ е на миро в место на мученията. И говорит, воскреси лазер, а они увидят мертвого человека воскрес, и мы все поверят. Казва, воскреси лазер, те ще видят мертвый человек воскрес, но и всички ще поверят. Но это что-то невероятное, мертвый человек там воскрес. Това е нечто невероятное, мертвый человек воскрес. Все поверят. Всички ще поверят. Гарантирую. Гарантирую. И что говорится в выводе этой притчи? И какво си казал в извода на тази притча? не верят на Моисея и пророкам, не верят, если человек воскреснет из мертвых. Через неделю после этой притчи человек по имени Лазарь воскресает из мертвых. Четыре дня лежал в могиле и уже начал смерть здесь разлагаться. Вышел из гроба. Масса свидетелей. И что? Хотели его убить, потому что мешал верить, что такое невозможно. Да, то есть воскресший Лазарь мешал фарисеям верить. В то, что он не воскрес. Ну, его хотели убить. Искали сегу да го убият. Да восстановят баланс, так сказать. Да восстановят баланса, да се каже. Да. Ну и, собственно, те же фарисеи, когда они сами убедились, что Иисус и правда Сын Божий воскрес из мертвых. И същите фарисеи, когато сами са се убедили, че Иисус наистина е Божия Син. Моя самая любимая реакция во всей Библии, наверное. Най-любимата ми реакция в цялата Библия, сигурно. То есть, ну, предположим, не разобрались они там из слов Иисуса, из его дел. То есть, да предположим, не са разбрали у думите на Иисусу дела таму. Ну, не разобрались, что Сын Божий. Может, мошенник, может, там еще кто. Не са разбрали, че Божия Син. Может, би мошенник или още нещо. Убили его. Убили сегу. Похоронили, поставили своих людей охранять. Своих людей охранять. Убили сегу, заровили сегу и уставих своите хора до го охраняват. Эти люди приходят к ним. Същите хора идут при тях. Говорят, мы лично видели ангел, землетрясение, и этот Иисус вышел из гроба живой. Лично сме видели, как имало громотевица, започна всичко да се трясе, и същите Иисус излезе жив. И что? И какво? Послали сказать, что его тело украли, и что это неправда. Но вы же уже все поняли. То есть вы уже реально в курсе, что это Сын Божий, что вы его убили, и он воскрес. Все уже, все линии обороны проиграны. Да, зачем дальше сражаться? Согнуть эту линию. Зачем? За что още да се сражаваш, да защитаваш то во мнение? Так что, в общем-то, примеры Библии показывают, что люди не будут верить, если не хотят верить. Примерите от Библии показывают, че хората, ако низко да вярват, няма да вярват. Иными словами, всегда найдется, что возразить, если ты не хочешь принимать правду. С други думи, винаги ще се намерить, с како да се возрази, ако не искаш да вярваш на истината. Хорошо, посмотрим на примеры из науки. Можно грузить первую картинку. Пусть повисит пока. С давних времен люди знали, что вся земля когда-то была покрыта морскими отложениями, водой, короче. Отдавна хората съзнали, че земята е била покрита с морские отложения. То есть люди понимали, что везде, куда бы ты ни пошел, на самую высокую гору, есть следы того, что здесь была вода. То есть хората разбират, че където и да отсидат, даже върху горите, върху скалите, тогава ж да има доказательства, че било покрыто с вода. Да, то есть когда-то весь мир был покрыт водой, и это доказательства всемирного потопа. То есть до возникновения теории эволюции люди понимали, что это свидетельство всемирного потопа. То есть преди возникновения теории на эволюцию, это хортос разбирали, что твое доказательство всемирного потопа. Да, так же и с остатками живых существ. Такая состатка от живите сождества. С окаменелостями, которые мы находим сегодня. В окаменелостях какой-то на мир мейтнез. Да, то есть это живые существа, которые были мгновенно захоронены под слоем воды и грязи. То есть это живые существа, которые мгновенно были зародены под кал и вода? Да, из-за очень высокой скорости воды, распространения вот этого вот. Вот поради много высокой скорости распространения на вода и на т.к. на татак. Да, то есть не всякое животное, если умрет, станет окаменелост, оно разложится, сгниет просто. То есть не всякое животное, ако станет окаменелост, ако станет така, то просто... Да, и только если оно будет мгновенно изолировано от кислорода, от разрушения. Со временем станет окаменелост. Тогава с временем ще станет окаменелост. И вот люди находили эти каменелости и понимали, что это тоже связи с потопом. И хората са намирали тези каменелости и също са разбирали, что это свидетельство за потоп. Они видели, как эти каменелости располагаются по слоям. Виждали са, как тези каменелости се намират по условиям. В нижних слоях глубоководные. На нижните нива длоководните. Да, тех, кого потоп застал в самых первых. Тези, които потоп в первые моменты взял. Потом существа средних глубин. После существата на средните дълбочини. Прибрежные морские. Прибрежные морские. Прибрежные сухопутные. Прибрежные съхопътники. И на самом верху те, кто дольше всего мог сопротивляться идущей воде. И най-отгоре са те, кто най-долго са се сопротивлявали на водата. Тоже свидетельство потопа. Също са свидетельствата на потоп. Что это была глобальна, мигновенная катастрофа. Потом пришли люди верующие в эволюцию. После са дошли хора, които верят в эволюция. и все те же самые факты начали истолковать в свою сторону, приводя уже свои аргументы, что горы двигались вверх и вниз, тонули и всплывали. Чего, как вы понимаете, никто не видел лично. А уверенность в невидимом — это вера. И что слои окаменелостей — это не их расположение во время потопа. И что это колонна времени, то есть чем глубже, тем старше, и потом новее, 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 ближе к нашему времени. То есть я хочу, чтобы мы понимали, и верующие ученые, и неверующие, видят одни и те же факты. То есть искам да знаете, че верващи и неверващи учени имат одни и същи факти. Камни и кости. И вот следваше определение, которое я хочу, чтобы мы запомнили, и следваше определение, которое искам да запомним, факты не говорят сами за себя. Если кто-то вам говорит факты, говорят сами за себя, ако някой ви казва, че факты сами за себе си говорят, вам будут сейчас врать. Сега ще ви лажат. Потому что изтолкование фактов, защото изтолкованието на фактите, ну, потому что, во-первых, факты нужно изтолковать, първо, фактите трябва да се изтолкуват, и их изтолкование будет зависеть от предпосылок. И техното изтолкование ще зависи от предпосылките. А предпосылките от веры? А предпосылките от верата? Второй и последний пример из научного мира. Второй и последний пример от научния свят. Поговорим немножко про ДНК. Да поговорим малко за ДНК-то. Но не очень сложно, чтобы вы тут не заснули все. Но не много сложно, че да не заспите всички. Попробую образами оперировать. Ще се опитам с образи да обяснявам. Можно уже следуючу картинку. Информация из библиотек всего мира. Информацията от библиотеките по целия свят. Все, что мы имеем в библиотеках. Всичко, което имаме в библиотеките. Если записать ее на микрочипы, вот маленькие вот эти флешечки, которые на пальце. Ако се запише на тези микрочипове на това малко флеш устройство върху пръста. Да, то есть если мы запишем всю информацию из библиотек всего мира на эти флешки. Ако запишем цялата информация от всичките библиотеки на тази устройство, стопка этих флешек будет расстоянием от Земли до Луны. Купчена от тези флешки ще буде с расстояние от Земята до Луната. Да, то есть мы накопили много информации за время жизни. То есть не сме собрали много информации през целия живот. Но если всю эту же информацию записать на молекули нашего ДНК, но ако цялата тази информация запишем върху молекул, молекулата на нашу ДНК, вся вот эта стопка займет место размером в 1% булавочной головки. Тази цял купчена, что и заеме пространство с размером на 1% от главата на игла. Да, тут вы должны понять, что ДНК это намного более продвинутая флешка. То есть тут треба да разберете, че ДНК е доста по добра флешка. Да, чем вот это вот устройство, над которым работали умы на протяжении долгих лет. Да, то есть чтобы сделать такую вместимую флешку, которая займет стопку до Луны, несколько флешк, естественно. За да се направи такова флешка, която ще заеме, няколко от които ще заемат пространство от Земята до Луната. Да, старалась много великих умов. Са се старали много великих умове. Ну а значительно более продвинутая, очевидно, возникла сама. А значительну доста по добру ами само возникнуло. И звучит немножко самокритично. И тваз звучи малко самокритично. Потому что если для возникновения флешки нашего ДНК разум не нужен, за что то, ако за возникване на флешката на нашу ДНК разума не трябва, а нашего разума пока не хватает, а наш разум оште не стига, чтобы повторить, за да повторим, то ну вопрос тогда, что мы тогда за разум такой. И тугавим вопрос, каков разум смени? Хорошо, что еще очень важно? Это же не просто набор случайных символов, запиханных вот в маленькое пространство. Добре, а каково что и важно? Това не е само набор от символей, които с вместения в одно малко пространство. В этих символах есть очень серьезный смысл. В тези символи има много серьезный смысл. То есть ДНК – это полноценная книга, написанная на полноценном языке с алфавитом. То есть ДНК – это полноценная книга, която е написана на полноценен язык с азбука. Да, то есть это сложная, продвинутая компьютерная программа. Това е сложная, развита компьютерная программа, без которой ничего не будет работать в нашем теле. Без която нищо няма да работе в нашето тело. Кто понимает, это как драйвер на компьютере. Който разбира твой като драйвер върху компьютера. То есть это инструкция, чтобы компьютер понимал, что вы там к нему всунули. Да, потому что компьютер не понимает. Это мышка, это монитор. Что это такое? Что с ним делать? Картинки на него выводить? Или принимать что-то наоборот. Если не будет четкой инструкции… Компьютер – это груда железа. Компьютер това е кутокупчена от железа. Ничего не сможет делать. Нищо няма да прави. То есть драйвер – это инструкция от разработчика. То есть драйвер – это инструкция от разработчик. Которая говорит каждому элементу, какое у него место, время и функция. Която казва на всякий элемент… А можно вернуть назад? Драйвер – это инструкция, которая говорит каждому элементу, какое у него время, место и функция. Да, драйвер – это инструкция, которая указывает на всякий элемент, неговата функция и программа, по которой нужно работать. Да. Но ДНК это намного более сложная. Это целая книга. Но ДНК это достаточно трудно, но это целая книга. Очень длинная книга. Много длительная книга. Можете фоном вывести следующую картинку. Я не буду на нее останавливаться. Няма да се спирам на тази снимка. Но я быстро прокомментирую. Брзо ще комментирам. Чат ГПТ объясняет доступным языком про ДНК. Чат ГПТ много лесно объясняла за ДНК. Да. Представьте, что ДНК это книга, написанная на языке с алфавитом из четырех букв. Представете, че ДНК това е книга, написана на язык от четири буквена азбука. Вместо слов и предложений смысл передается через последовательность этих букв. Вместо думи и изречений смысл се предава через последовательность на тези букви. И вот на черном фоне пример как это выглядит. И на чернее фоне пример как изглежда това? Три буквы слова. три буквы слова, три буквы слова. Три букви дома, три букви дома, три букви дома. Да, только пробелов нет, это для наглядности. Да, и внизу пояснение, что первое слово говорить там, сделать то-то. Следующее слово говорить делать то-то. Да, короче, это целая книга с инструкциями, записанная на языке. В принципе, мы как разумные существа тоже можем создавать языки разные. И языки для разговоров, и языки для компьютера, для чего угодно, но мы это умеем. И в теории, может быть, когда-нибудь мы тоже сможем запихивать их на такую маленькую флешку как ДНК. Но есть вещи, которые мы пока даже представить не можем и не точно повторить. Приготовьте, сейчас будет самый сложный пример моей проповеди. Но он очень впечатляющий, и если вы его поймете, можете реально гордиться собой. Но я со своей стороны постараюсь как можно более понятно объяснить. Существует один вирус. Вирус, пожирающий бактерии. Его имя бактериофакт GX174. Запоминать не надо, я привел, чтобы кто хочет проверить, смог пойти проверить. Все, что я хочу, чтобы вы понимали, функция у этого вируса одна. Делать свои копии. Все, то есть все просто. Есть вирус, у которого одна функция. Делать свои копии. То есть всичко елеесно, имя вирус и неговата единственная функция, да прави собственные копии. Все. Для того, чтобы делать свои копии, он пожирает бактерии и из них делает свои копии. Но зато прави тези копии той едой бактерии и прави собственные копии. Да, вот такой несложный вирус. Несложен вирус. И парадокс в том, что инструкция, по которой он работает, в три раза больше, чем можно на нем записать. То есть она на него три раза не влазит. Влазит на треть. Но вирус работает полноценно, копирует, кушает. То есть парадокс в том, что инструкция больше, чем сам вирус, она никак не может на него влезть. Но по некаков начин влезла и работает. И ученые начали выяснять, как же такое может быть. Дайте следующую картинку с цифриками. Ой, а что не видно? Ладно, цвет не передает. Цвета не го предава. Хорошо, объясню своими словами. На ДНК этого вируса записана только одна строчка. На ДНК-то на този вирус пише само един ред. Я уже показывал строчку, да? Три буквы слова, три буквы слова и так далее. Показывал сам вече. Три букви дума, три букви дума, три букви дума и написал нататрк. То есть три буквы — это одно слово. И в конце этой строчки есть одна лишняя буква. Из этой лишней буквы строчка читается еще раз, но уже со смещением на один символ. Понятно, почему со смещением, потому что первое получается в конце уже. Разбира се, защо и с преместванието, защото първото се оказыва в края. Когато този ред се чите на ново, остават вече две излишни буквы. И она читается третий раз. И третий раз это тоже новая информация. То есть из одной записанной строчки. То есть от една записана строчка. Мы получаем полноценный текст. И это не просто песенка, которая три раза повторяется. Каждый раз это новая информация, которая продолжает начатую мысль. Продолжает и заканчивает. То есть мы, конечно, можем сочинить песню ровно и четыре такта. То есть мы можем сочинить песен, точно четыре такта. И в конце лишняя нота. И в край излишна нота. И сыграть еще раз. И още в еднажды изграем. Ничего сложного. Нищо сложного. Но это будет одна и та же песня, все три раза. Но това ще бъде една и съща песня, всеки три пъти. Здесь используется такой сложный язык. Ако используем толкова сложен язык. Что каждый раз это новая информация, которая продолжает общую мысль. Каждый раз, когда эта срочка читается, у нее новый смысл. Всеки път, когда ты читаешь този ряд, то има новый смысл. Да, и она продолжает ту же мысль и заканчивает ее. И тебя продолжает тази мисль и я приключу после в края. Такие технологии мы пока даже представить не можем. Такие технологии още не можем да си представим. То есть нам нужно придумать какой-то новый язык. То есть ние трябва да измислим някакъв нов язык. Слова, в которым будут так работать. Думите, в който ще работят по такъв начин. Чтобы мы смогли их запихнуть в одну строчку. Че да можем да ги вмъкнем в един ред. Которая будет заканчивать одну мысль три раза подряд. Която ще приключва мисълта по три пъти. То есть мы до такого пока не дошли. То есть ние до това не сме стигнали още. И опять же очень самокритично говорить, что это образовалось без разума. И многое самокритично да се казва, че това се образовало без разума. Потому что нашего разума в потенциале даже на это не хватает. Защото нашия разум даже потенциално не стига за това. И вообще мне кажется, что Бог писал Библию таким же способом. И мен ми се чуди, че Бог писал Библията по същия начин. Потому что когда ты читаешь один тот же стих три раза. Защото когато читаешь един и същия стих по три пъти. Или през време. Он может означать вообще разные вещи. Той може да означава много различни неща. Сначала это была поддержка. Първо това е било подкрепа. Потом обличение. После обличаване. Потом ободрение. После ободряване. И еще очень-очень много вариантов. И още много-много-много варианти. И каждый раз действительно правильное толкование места. И всеки път и правилно толкование на мястото. Ну и как итог. И като извод. Всему, что я от сейчас наговорил про ДНК. На всичко това, което казах за ДНК-то. В науке есть прекрасная работающая формула. В науката има прекрасная работающая формула. Чтоб мы могли понять. С да можем да разберем. Информация, на которую мы смотрим, она случайная, хаотичная или из разумного источника. Информация, която я гледаме, дали е случайная или отразумен источник. На данный момент Земля натыкана телескопами, микрофонами космическими условно. Към момента Землята има много телескопи и различни микрофони. И ловят разные сигнали из космоса. И те чуват различни сигнали от космоса. Да, и есть отдел ученых, которые эти сигнали изучают, чтобы услышать вдруг сигнал из неземного источника, из разумного. Има отдел научените, които изучават всичко това, всички тези звуци. Дали да разберат, дали има нещо от разумните. Да, и дело в том, что на Землю поступает очень много разного шума. И дело в том, че към Землята има много шум. Да, и как понять, этот шум – это случайная информация или это из разумного источника? И как да разберем, че този шум е случайен или от разумен источник? Есть формула. Има формула. Если в информации содержится код. Ако в информацията се содержит код. А увидите, это очень просто. Значит, информация от разумного источника. И вот самый прикол, если мы возьмем кусочек ДНК, скопируем, и отправим на Землю из космоса, это будет научная сенсация. Потому что это явно сигнал, который содержит код. И не может образоваться самостоятельно. То есть это будет официальное признание, что сигнал из разумного источника. Выйдем из аудитории астрономии и пойдем в аудиторию биологии. Рассмотрим ДНК целиком. Со всеми сложными формулами. Ну вот с этим вирусом, про который я рассказывал. И ученый-биолог скажет, ой, ну это ничего не доказывает. А ученый-биолог ще каже, ими това нищо не доказывает. Да, вполне могло образоваться само по себе. То само се образовало. Вот картинка. Това е изображение. В первом случае говорят, код подтверждает, что это из разумного источника. Во первом случае се казва, код подтверждает, что това е отразумен источник. Во втором случае говорят, не, это ничего не значит. Во второе, казват, не, това нищо не означава. Правда написана в Библии, называя себя умными обезумели на истинно пищи в библии это казывается сэбиси умнее тезику это собезум не римлянам 1 21 римляне 1 глава 2 си парви стих и далее и на то так от сотворения мира ясно проявляется незримая извечная сила и божественность бога ибо все это видно в том что создана богом и поэтому нет оправдания людям в творимом им и зле ибо хотя они знали бога но не почитали его как должно вместо этого они предавались суетным размышлениям их несмышленные сердца помрачились и хотя они считали себя умными стали глупыми и променяли славу богу бессмертного на поклонение идолам изображающим смертного человека птиц животных гадов ползучих поэтому бог покинул их оставив их во власти дурных желаний вывод из того что я вот на рассказал извод от това което ви казах я думаю теперь нам стало понятно что вера доказательства это вера и доказательства это разного поля ягодли сигурно ви е стало ви разбрахте че верата и доказательства това са от различни сфери вера идёт впереди верата върви отпред исходя из веры существование бога или в то что его нету излики от верата в существование на бог или че го няма човек будет толковать разные факты човека ще толкова различни факти а доказательства поговорили много давайте в заключение я веря говорихме много за доказательствата като извод за вярата потому что с другой стороны нас ждет другая крайность защото от другата страна и другата крайност она называется я знаю ва что я верю не беспокойте меня своими фактами а знам в какого вера мне ме беспокойте со своими фактами каждый челек во что-то верит всякий человек вера в нечто то что гуси спасли рим автобачи гуси спасли рим патици за спасили рим есть такая история има такова история в то что наполеон проиграл под ватерло че наполеона и загубил под ватерло в то что молекулы состоит из атомов В том, что мир сотворен Богом за шесть дней. Или просто искочил от ничего, веднага готов и образован. Ничего от этого не могли увидеть своими глазами. А уверенность в невидимом Библия называет словом вера. То есть если мы чего-то не видели уверен, то есть ако това нечто не смею виждали и вяроме в това, это вера. В Евреям 11.1 вера же означает, что мы уверены в том, на что надеемся. Она означает, что мы верим в то, что некоторые вещи существуют, хотя мы их не видим. И проблема существует, когда человек готов верить во что угодно. В новости из интернета, в гадания, в приметы. В новините от интернета, в гадания, приметы. В гороскопе, в теории заговора. В гороскопите, теории на заговора. И при этом они никак не могут свою веру обосновать. И по никакъв начин не могут да обосновават своя вера. Спросишь почему? Попиташ, защо? Не знаю, так сказали. Не знам, така са казали. И вот вера без основания И вера без основания Имеет уже другое название. Има другое имя. Это называется суеверие. Това се казва суеверие. Когда у твоей веры нет основания. Когато твоя вера не ема основания. И некоторые люди даже считают, что это такая библейская позиция. И някои хора си смятат, что это некаква библейская позиция. Что Библия учит нас, что верьте всему, что вам скажет, пророк любой. Да, вот пришел человек, сказал, вот мне Бог сказал вам передать, верьте мне. Да, или верьте любому священнику в церкви. Или любой религиозной идеи. Даже если она противоречит Библии, он называет себя христианской. Вот всему, что говорят, всему верьте. На всичку, какое-то заказано, на всичку верьте. Потому что доказательства же не нужны, правильно, мы уже поговорили об этом. Посмотрим, говорит действительно ли Библия об этом или нет. Деяние 17.11. Говорится про верийцев. Здесь были люди более открытых взглядов, чем в Фессалонике. Они приняли слово с полным желанием и изучали Писание каждый день, чтобы убедиться, что Павел и Сила говорят правду. То есть пришли какие-то новые люди к ним. То есть дошли с новой хора при тях. С какой-то новой информацией. С някакой новой информацией. И они не повели себя так, что, о да, все мы верим. И те не се съдержали така, да, да, на всичко ще поверим, они сидели день и ночи, изучали, соответствуют, не соответствуют. Те са стояли день и ночи и са проверявали, дали соответствуют или не. То есть твоих вера была основания. То есть тяхната вера имала основания. Дальше, 1 Фессалоником 5.21. После 1 Фессалоникице, 5 глава. Все испытывайте хорошего, держитесь. То есть опять же, нету идеи, что закройте все, ничего не слушайте. Испытайте все, держитесь хорошего. Разные мнения есть, но послушай разные мнения. Но держись хорошего, того, что соответствует Божьему Слову. Потому что иногда очень неожиданно бывает, что среди мнений есть очень хорошие мысли, о которых ты никогда не думал. Но они соответствуют Писанию. Римлянам 10.17. Вера отслышания, а слышание от Слова Божьего. То есть вера не от того, что ты там себе придумал что-то. То есть вера не от того, от кое ты си намислил. Вера от слышание Слова Божьего. Вярата и от чувание на Божьето Слово. Слышишь Божье Слово. Чуваш Божьето Слово. Изучаешь Божье Слово. Изучаваш Божьето Слово. Вот тебе основание для твоей веры. Това и твоё основание за вера. Не просто там себе что-то придумал, и вот вера у меня есть. Я вот решил, что мне так удобно. Вера от слышания Слова Божьего. И последнее место, 1 Петра 3, 15. В сердцах ваших почитайте Христа как Господа и будьте всегда готовы дать ответ тем, кто спросит вас о причине этой надежды, которая есть у всех у вас. То есть о чем говорится? Будьте готовы дать ответ тем, кто спрашивает. Опять же, если у вашей веры оснований нет, вам искать нечего. Спросят почему, а ты такой, ну я не знаю, но бабушка сказала так. На проповеди услышал. Все? И так я хочу, чтобы мы запомнили вот это вот еще одно определение. И искам да запомним още одно определение. Чтобы вера не была суеверием, вярата да не бъде суеверием, ей нужно обоснование. На ней и трябва обоснование. Обоснованиями могут быть обоснования да могат да бъдат личные свидетельства людей, которые пережили это с Богом. Личные свидетельства на хора, които са го преживяли с Богом. Пошел, послушал, поразпрашивал. Учешал си, слушал си, попитал си. Факты и свидетельства из Библии. Факты и свидетельства от Библии. Когда мы изучаем, у нас в нашей вере есть основания. Когато я изучаваме, значит наша вера има основания. Факты о самой Библии, которая очень много чего пережила за время существования. Факты за самата Библия, която много нечто и переживяла за своето существование. Это тоже основание, чтобы ей доверять. Това и основание, да ей доверяваме. Свидетельство, которое мы получаем из рассматривания творений. Свидетельство, которое мы получаем, Да, то есть мы изучаем мир вокруг нас и мы убеждаемся, что он организован и создан в результате замысла, разумного замысла, есть логические обоснования, когда ты просто пользуешься логикой и понимаешь, что существование Бога логично. И разбираешь, че существованието на Бога е логично, а существованието е бессмысленно. Этические обоснования, то есть вопросы на добро и зло. Вопросы, да, добра и зла. Если нету Бога, нету абсолютных понятий добра и зла. Ако няма Бог, значит няма абсолютни понятия на добро и зло. И так далее и тому подобное. И така нататък. Последнее место на сегодня притча о доме на песке. Последнее место за днес е притча за каштата върху песок. Да, откроем ее, пожалуйста. Ще утворим моля. Так, я скидывал с чат, там не помню адрес. Посмотрите, пожалуйста. Матфея, первая глава, да? Матфея 7, 24, да? А, все. Смотрите, то о чем идет речь? О ком говорит Иисус? Это очень важно понять. За кого говорит Иисус? Давай много важно, да разберем. Оба человека строят дом. Два мата хора строят кашта. Это хорошо. Давай добре. Оба раза это правильно. Оба человека слушают Иисуса. И один слушает. Не единее слушает. И второй слушает. Или второе слушает. Да, только тот, кто слушает, не исполняет. Само, че този, който слушает, той не исполняет. Дом на песке. Дом без основания. Кто слушает и исполняет, это дом на основании. Твой дом върху основания. У нас может быть правильная вера. Не может быть правильная вера. Но если у нее нет основания. Но ако тя не има основания. Воды наклынули. Водите садошли. Гонения, болезни, какие-то проблемы. Куда-то не гонят, болести, някакви ранения. Нет основания. Нет основания, нет веры. Не то, чтобы ты в ад за это пойдешь. Нет, просто придется по-новой строить. Нет, просто отново ще трябва да построяваш. Иногда это, кстати, хорошо. И понякога, това е добре. Когда есть возможность построить заново, но уже на крепком основании. Когато имаш възможност да построиш отново, обаче на твърдо основание. Ну и вывод. И извод. Каждый человек ва что-то верит. Всеки човек верва в нещо. Не верующих ни ва что людей не существует. Не верващи хора в нищо не существуют. Одни верят, что Бог есть и Он создал нас и наш мир за 6 дней. Другие верят, что мир возник из ничего, человек эволюционировал из камня. Из камня в рыбу, из рыбы в обезьяну и человека. От камок в риба, от риба к маймуна и така к човек. Верят по разным причинам. Кого-то научили в школе. Някои са ги научили в училище. Кого-то в вазкресной школе. Някои в вазкресната школа. Или дома в семье. Или в каши. Кто-то может быть просто поверхностно изучил обе темы. Может быть някой поверхностно изучил и двете темы. И выбрал та, которая проще или больше нравится. И си избрал тази, которая полезна или повече му харесва. Но в любом случае, если твоя вера так и остается без основания. Это ничто иное, как суеверие. Даже если вера правильная. И здесь вот как раз на помощь нашей вере. Приходят обоснования и доказательства. Вот их место. Чтобы у веры было основание. Че вера да има основания. Мы их слушаем как в суде. Изучаем обе стороны. Ни ги слушаем как то в суде. И слушаем и двете страни. И принимаем честное решение во что верить правильно. И приемаме честно решение в какво е правилно да вярваш. Даже если правда неудобна. Даже ако истината не е удобна. Даже если она нам не нравится. Даже ако не ни харесва. Во что бы вы не верили. В каквото и да е да вярвате. Существование Бога или его несуществование. В то, что он любит вас или в то, что ненавидит. Че той ви убича или ви мрази. Не будьте суеверными и позов đấyесь о том. Не бдете суеверни и се погрежете за това. Чтобы ваша вера была обоснованной. Ваша вера да буде основана. Подойдите к этому вопросу честно и открыто. Подойдите к этому вопросу честно и открыто. Послушайте людей, рассмотрите свою жизнь, мир вокруг, и выберите, во что верите. Спасибо. Берси. Слава Богу. Слава на Бога.